у нас сегодня эфир на тему рефреш перманентном макияже очень важная достаточно тема чем отличается перманентный макияж его рефреш от коррекции сколько должна стоить процедура рефреша как ее проводить как сделать так чтобы клиенты возвращались или почему они не возвращаются к вам на рефреш потому что есть разные причины этому и плохие и хорошие и вот сегодня будем общаться и я вас прошу проявлять активность потому что когда я вижу что вам это актуально то хочется конечно рассказать как можно больше потому что у меня практике в перманенте более пяти лет у меня два салона две школы студии опыт есть и хочется конечно же с ним с вами сегодня делиться задавайте обязательно вопросы поставьте цифру 3 те мастера которые работают перманентном макияже более трех лет которые уже видели свои зажившие работы которые уже делали процедуру рефреша делали свои обновления своих работ поставьте цифру 3 если у вас еще опыта этого не было вы только начинающий мастер до одного года то поставьте цифру 1 то есть те мастера которые более трех лет ставят цифру 3 если до одного года то поставьте цифру 1 пожалуйста и просто напишите ради интереса откуда вы с каких вы городов ну что от региона тоже ну наверное это немножко зависит отлично что здесь есть опытные мастера если здесь единички вот если мастера более опытные тогда мы будем сегодня вещать уже не совсем останавливаться на каких-то базовых вещах единички тоже есть девчонки да это хорошо и напишите ваши пожалуйста откуда вы пока знакомимся один год то есть еще пока рефреша вот как раз у вас сейчас скоро будет актуальность этого вопроса давайте я кратко расскажу о себе меня зовут наталья еселеич я сейчас нахожусь в москве у меня две студии школы еселеич студия нас полный многопрофильный центр и основная наша экспертиза это перманентный макияж мы более 30 тысяч в нашей практике женских лиц кратко что у меня команда у меня более 7 мастеров и я уже обучаю мастеров тоже вообще в 10 лет бьюти индустрии обучала визажистов много лет и сейчас развиваем перманентный макияж около пяти лет у нас есть работы только зажившие работы мы показываем этим наверное мы школу отличаемся то есть я считаю что по зажившим результатам нужно оценивать профессионализм мастера наш опыт как я уже сказала он большой то есть вот наша команда с нашими ученицами и у нас есть тоже на нашем сайте что мы выигрывали как лучшие салоны города последние два года по версии два гиз это все помогло достичь этого конечно же наши зажившие результаты наши возвращение наших клиентов это дает когда услуга качественно качественно оказана это дает хороший возврат клиентов и сегодня я тоже об этом всем буду рассказывать как этого сделать потому что это как раз все связано с рефрешем перманентного макияжа будут несколько покажу заживших работ спустя годы то есть здесь перманентный макияж около года здесь тоже около полутора лет вот здесь женщина полтора года вот ее веком то есть никаких синих стрелок нет то есть насыщенный черный брови очень достаточно видите такой натуральный оттенок и вот брови здесь такой мягкий оттенок этот спустя четыре года вот я поймала одну из первых своих клиенток и эти результаты плюс это много видео у нас там на ю тубе где мы показываем и это как раз перед процедурой рефреша то есть здесь по сути рефреш был спустя четыре года хотя в среднем до считается что рефреш делается спустя полтора года и вот сегодня я отвечу на ваш вопрос кто-то говорит что рефреш нужно проводить каждые полгода что это будут большие деньги у вас в кассе выручек больше да то есть это те кто учат бизнесу часто говорят что чем быстрее клиент вам будет возвращаться я сегодня расскажу почему я против этого в перманентном макияже и я считаю и убеждена что чем дольше человек носит ваш перманентный макияж без инверсии цвета где у него стабильные результаты тем больше будет у вас клиентов тем у вас будет лучше работать сарафан вот кто уже сейчас согласен со мной вот этой основной идеи напишите пожалуйста цифру плюс если вы все-таки считаете что рефреш надо делать каждые полгода и чем чаще она к вам бегает тем лучше то напишите ну минус соответственно вот интересно будем ли мы с вами на одной волне сейчас изначально сейчас поскольку мы занимаемся уже несколько лет более четырех лет и удалением татуажа то есть у нас и лазерная процедура и ревайвинг мы делаем и мы очень много видим результатов спустя годы и к сожалению практика показывает что несмотря на столь активное бурное развитие индустрии как заживших работ мало мастеров показывала так это и остается пока тенденция все равно больше показывают свежие работы и плюс удаление не уменьшается количество а наоборот становится его еще больше несмотря на такое обилие мастеров да и поэтому возможно мой сегодняшний эфир будет полезен особенно для начинающих мастеров что вы еще не с этим не сталкивались вы еще не понимаете эту важность да возможно если этот мой эфир вам сегодня будет в этом полезны то я буду только счастлива да мы уже с вами выяснили да что во первых сейчас наступили интересные времена когда на рынке сейчас такая тенденция что для клиента но она всегда была получить важно такая тенденция получить самое главное качественную услугу да чтобы результат его радовал несколько лет это мы с вами уже выяснили и плюс сейчас интересные времена период кризиса когда клиент уже при этом образован клиент уже сам понимает и слава богу что настали эти времена плюс клиент сейчас понял важность сарафанного радио они спрашивают по рекомендации и плюс сейчас все-таки клиент не так разбрасывается деньгами да и как раз сейчас период кризиса как я всегда говорю останутся самые сильные а кто самые сильные мастера это у кого есть опыт и у кого хорошая услуга так скажем кого из уст в уста передают у кого хорошие стабильные результаты чем быстрее вы добить добьетесь этих результатов мастера тем я убеждена что вы будете сильнее к вам возвращаемость клиента будет хорошая и вас будет работать сильный сарафан вот кто со мной согласен напишите пожалуйста цифру 4 если вы до сих пор думаете что можно работать на входящем потоке можно там показывать только свежие работы не интересоваться как у нее заживает а что происходит с вашими бровями через полгода в красные ушли ай ну и не страшно я сейчас инстаграм красивый сделаю и у меня будут поток всегда входящих клиентов и вы будете тратиться на инстаграм вы будете вкладываться в еще в рекламу но вы как бы вы не будете забеспокоиться о качестве работ вот если вы думаете так что вам не надо отслеживать качество и вам не нужен рефреш да например то поставьте цифру 5 что делать в каждой ситуации потому что по разному могут клиенты к вам возвращаться с разным результатом и мы сегодня отвечу на ваши вопросы как соответственно из этой ситуации выходить мастера будут выигрывать те у кого перманент носится долго без миграции цвета если например представьте ситуацию сидят три подруги одна бегает каждые полгода на перманент у нее ничего не приживляется у другой пошла миграция в красный в какой-то серый оттенок и другая девушка которая там два года у нее все в порядке просто он чуть-чуть высветляется кому пойдут там на следующее обновление подруги две вот сами ответьте вопрос они пойдут к своему мастеру возвращаться который несколько раз уже что-то делал либо пигмент начинает стереть либо они скажут слушай мы бегаем по своим мастерам от у тебя вообще все в порядке и у ты такая красотка у тебя вообще хороший такой оттенок бровей вот скажите мне напишите плюс тот кто думает что мастера о ее подруги пойдут к тому мастеру у которой просто красивые брови вот так вот запускается как раз сарафанное радио плюс просит а где ты делала так качественно что ты не бегаешь так часто как мы в общем что такое рефреш перманентного макияжа да вы знаете что поскольку пигмент вносится имплантируется в кожу то есть это биологическая среда и сам химический состав пигмента который естественно он бывает разный и про кожу влияет и ph кожи и солнце количество солнца конечно там сама кожа возраст клиента эти все факторы влияют и пигмент со временем мы вижу вы видим как меняется в неблагополучные оттенки это конечно зависит от пигмента если углубился мастер это тоже очень важно и как пигмент будет вести себя со временем и качественный татуаж он как раз будет просто немножко светлеть цвет должен быть стабильным просто где-то верхние очертания формы да там по телу брови немножко потеряется и клиент захочет освежить форму и в среднем считается до что рефреш нужно производить каждые полтора года на практике у всех индивидуально потому что если у клиента было до этого долгая такая предыстория там удалений куча переделок вы работали с перекрытием то здесь цвет мы отслеживаем да то есть может быть и через год понадобится процедура рефреша на жирной кожи бывает побыстрее как правило на сухой на возрастной коже то есть там результаты можно там раз в три ну то есть раз там в три года да то есть но вот в среднем считается полтора года но я за то чтобы как можно дольше клиент ходил больше клиент ходил с бровями и как можно реже были вот эти паузы потому что чем чаще ну то есть не раньше чем через полтора года потому что чем меньше мы вторгаемся в кожу клиента тем ее кожа позволит дольше носить перманентный макияж то есть обновлять саму процедуру хоть там 10 раз там спирер ну хоть 20 лет клиент будет делать есть разница да когда клиент не было татуажа она сделала его травматично да какой-то там вручные волоски какие-то глубокие все она осталась сразу с рубцами и у нее потом хуже будут результаты да то есть можно за год испортить человеку брови а можно спокойно в течение 30 лет делать все носить там до старости у нее будут хорошие оттенки то есть это все опять же зависит от вас от техники работы и я призываю чтобы вы думали что будет с лицами ваших клиентов спустя годы если вы начнете работать по такому принципу то вас изначально вы будете брать обратно брать обратную связь связываться с клиентами чтобы вы не боялись встречи вот у кого такое было у меня было в начале моего пути когда я покупала раз без раздумий с пигменты я не смотрела на зажившие работы своих преподавателей смотрела на красивые инстаграмы но когда клиент к тебе приходил у тебя вообще ожидание реальности они не совпадали а у тебя уже есть наработки есть какая-то репутация да и срочно надо было переучиваться вот кто знаком с такой ситуации когда пигменты уходили в красные там не прошло и года даже да когда нужно было что-то удалять спасать и вот кто с таким сталкивался либо у вас у всех сразу же вот вы сделали и через там три года встречаешь все идеально также вот напишите цифру 8 те мастера кто сталкивался с такой проблемой когда ты свои работы должна переделать когда исправить и ищешь причину этого потому что чтобы отследить пигмент чтобы отследить технику внесения этого пигмента до уходит порою больше года чтобы узнать а то и до трех лет чтобы уже точные стабильные прям результаты получать вот кто с этим сталкивался напишите цифру 7 ну что это все влияет как раз на процедуру рефреша и давайте разберем все случаи вот на которой о которых я говорила какие бывают когда приходит на рефреш да то есть задача рефреша это исправить естественное побледнение вызванные со временем если вас устраивает форма которую вы делали то есть и вы можете спокойно смело обновить добавить цвет где-то яркость уплотнить то тогда соответственно вот вы выполняете задачу но к сожалению так тут мелкий шрифт бывают первые ситуации когда к вам клиент вообще не приходит на рефреш то есть вот вы сделали первички можем может быть вы до сих пор работали с той мыслью что не она так другая придет и то есть вам без без разницы возврат клиентов то есть цифра 1 это те кто вообще не знает как у них заживает не ждет не задумывался то есть вы всегда работаете на входящем потоки ищите то это цифра 1 еще не видел своих заживших работ спустя год например цифра 2 второй вариант это когда клиент приходит но у нее совсем через год ничего не остается там через полгода просто ноль даже бывает на коррекции после коррекции у вас совсем маленький остаток и все быстро исчезает и вы не можете еще поймать глубину да то это цифра 2 третий вариант когда клиент приходит через там полгода через год но у нее нежелательный цвет то есть у нее пигмент красный какой-то глубокий серый какой-то такой вот он прям ну недовольный клиент и она не знает что с этим делать но классно что она к вам пришла и вот здесь вам нужно решить как проводить рефреш каким способом и как это лицо спасти да то есть вы понимаете что цвет неблагополучный но вы его засадили вы это сделали то есть тогда цифра 3 и четвертый вариант это самый классный да и это самый тот вариант которому стремится любой мастер когда клиент пришел спустя там два года у нее просто немножко очертания бровей потерялись нужно тот же цвет например но сделать ярче когда все в порядке просто немножко потускнела эта цифра 4 вот напишите пожалуйста как у вас сейчас то есть первое то кто клиентов вообще не видит к нему никто не приходит на рефреш 2 это тот кто приходит но без остатка 3 это тот кто приходит но с некрасивым с оттенком и вы видите что началась миграция и ужас и надо что-то делать срочно и четвертое когда все хорошо надо просто обновить и вас уже все стабильные результаты вот интересно что будет здесь у вас у нас среди участников давайте разберемся с каждым таким случаем есть у вас клиенты вообще не возвращаются и вы не знаете что с ним связано я советую срочно начать это выяснять потому что если к вам клиент не возвращается это может быть дело не вашей техники может быть вы показались ему грубым до мастером это возможно с сервисом с вы связано и вам нужно срочно это выяснить почему клиенты к вам совсем не возвращаются начинайте собирать обратную связь собирать нпс нпс это индекс лояльности ваших клиентов да может быть вообще все хорошо и супер вообще и еще ходить там три года с вашими бровями просто вы не собирали вас не доходили руки вот те мастера кто до сих пор ведет запись в блокнотах если тут такие плюс напишите пожалуйста кто от руки ведет себе запись в книжках в блокнотах напишите плюс тот кто в электронном виде в любом если у вас уже конечно есть какая-то crm-система вы очень крутая вы молодец вот вам нужно выгрузить вашу базу в электронном виде и связаться обозвонить ваших клиентов срочно анонимно можно отправить google форму для опроса можно позвонить лично узнать предложить там какой-то бонус да то есть в любым способом от зависит от вашей вот аудитории от ваших клиентов от политики вашего салона если или вы сама еще мастер на себя доработаете то есть вам нужно срочно с ними связаться в директом ватсап позвонить просьба заполнить форму и вы выясните к соберете обратную связь задайте два вопроса с какой вероятности вы меня порекомендуете от нуля до десяти и что мне сделать чтобы там вы поставили мне десятку и вот здесь на этом вопросе вам очень много дадут обратной связи если она скажет что все хорошо классно я еще буду ходить три года спасибо что напомнили клиент вернется если она сказала что знать вас не хочу вы мне нагрубили вы или вообще ужасно ведете с людьми тогда вы с другим выясняете эту причину но клиенты возвращаться к вам должны до спустя годы вторая ситуация когда клиент ваш возвращается в то есть его он вас вон вон к вам очень лоялен возвращается но вообще ноль остатка конечно бывает индивидуальные особенности когда ну совсем то есть но это пять процентов я считаю что если у вас повально у всех клиентов ничего не остается то я убеждена что это дело в технике мастера то есть это только ваш навык то есть ваша задача за процедуру и за коррекции за коррекцию уложить пигмент но бывает еще 2 дополнительная там в каком-то проценте людей когда финиш на только доделать там при перекрыть есть еще пигменты которые все-таки вы их либо не поняли как укладывать либо они менее укрылистые достаточно поверхностный тоже нужно понять работу с например с вашими пигментами то здесь я убеждена что дело в технике третий вид рефреша до вас клиента который к вам возвращается третий вариант это когда клиент приходит но у нее вы видите к сожалению красные брови очень там такие серые да такие засажены это конечно тоже дело во первых в технике во вторых в материалах которые вас подвели и здесь я убеждена что у нас было такого мастера у кого такое было напишите пожалуйста там нажмите на экран или я только одна здесь такая кто через это прошел я признаю честно и я клиентам если такие ситуации были особенно это было когда я начинала там делать микроблейдинг почти пять лет назад и когда возвращались там через несколько месяцев клиенты срочно все переделывала училась и это такой вызов был бесконечное обучение я надеюсь что вы сейчас уже с этим не сталкивались да и когда клиент приходит с неблагополучным оттенком у нас есть несколько вариантов то есть если это все в пределах формы и вы видите что допустим сейчас вы изменили оборудование то есть вы уже работаете на других пигментах которым вы доверяете которые вы уже отследили то вы можете во первых перекрыть если это все позволяет форма и там настолько очень легко все нанесено второй момент если неблагополучный цвет то есть мы были делать у нас делали такие ситуации когда что мы бесплатно удаляли то есть у нас лазерным уже удаление делали этого ревайвинг было что мы удаляли и потом через месяц делали ему глубоко никогда не работали то есть достаточно быстро уходили оттенки либо мы делали просто более то есть перри или перекрывали либо удаляли дата здесь и я всегда благодарю в этих ситуациях клиента я всегда говорю что спаси она здорово здорово что вы пришли я видите там прошло три года сейчас мы они горда я вижу то есть и клиент сам говорит наташ я вижу что ты за эти там годы что столько работ я вижу что ты постоянно учишься там я у тебя было четыре там пять лет назад то есть когда это мэра микроблейдинг я говорю что вы я прям с клиентом честно говорю что да вы мой скелет вы мой опыт сейчас я готова вам сделать бесплатное удаление мне важен результат я все доведу сама лично то есть я доделывала то есть это настолько индивидуально и как когда вы научитесь работать то есть это не надо бояться конечно это неприятно но это опыт то есть вы благодарите этот опыт за счет этого вы как бы растете как мастер то есть вы делаете выводы я всегда говорю что здорово что вы вернулись она горту куда я пойду все это я знаю уже кожи я знаю что там было там да поэтому пожалуйста не бросайте своих клиентов не надо спорить то есть конечно если например такие ситуации бывают опрометчивые когда на под мастера вы со мной согласитесь когда например у человеку нужно было удаление но вы как под каким-то там влиянием не послушали клиент очень хотел перекрыть сделать срочно брови и вы пошли против себя и вот у меня в начале такое было но ты видишь что там не перекроется но вы решили попробовать но потом это через полгода все равно вот это вот лучше бы удалить да какой то если совсем там какие-то активные такие формы тяжелые вы попробовали перекрыть это все равно потом не благодарное дело я всегда говорю что в перекрытии кто последний тот и папа и тут нужно очень смотреть внимательно что можем перекрыть а где удалить либо там частичное удаление и вот если вы пошли на поводу у клиента и встречаетесь через год и вот ни то ни сё то здесь такая спорная ситуация вот чтобы таких ситуаций не было все-таки если вы видите что перекрытие не подходит что форма за пределах своей естественной формы что ну брови лишнее в принципе там в головках на головке брови они там очень таки активно их надо удалять в этом месте то и делайте как вы считаете нужным не идите на поводу потому что через время вы можете опять же с какими-то столкнуться недопониманием с клиентом поэтому изначально на берегу нужно все это оговаривать с перекрытием такое бывает вот мастера кто со мной согласен тоже поставьте какую-то реакцию чтобы я пойму что у вас опыт этот есть и к сожалению вот сейчас несмотря с развитием да с такой опять же индустрии перекрытие очень много сейчас целые конференции по удалению да то есть как вот казалось бы индустрия развивается но целые конференции сотни тысяч римоверов всевозможных но не должно быть если каждый мастер будет отслеживать результаты развиваться добиваться этого то лиц будет все больше красивых они наоборот некрасивых но практика говорю что в столице что в сибири вот мы работаем все тоже самое не знаю как в других регионах я уверена что и в европе и в америке это тоже самое вся эта тенденция и тенденция идет поэтому мастера думайте что с лицами ваших клиентов да то есть если вот третий способ неблагополучный нам часто очень помогает если например посмотрите то есть красные брови мы выяснили что это только но пигмент нужно или перекрывать либо во первых менять вы увидели пигмент во вторых если брови пришли такие знаете засаженные кто понимает что такое засаженные брови когда на концах вы углубились особенно у начинающих мастеров когда она приходит к вам на коррекцию и у вас серые такие кончики а здесь мер приятные на теле брови в такой достаточно приятный оттенок вот кто у кого такое было и такое может быть спустя год когда клиент приходит что на кончиках где-то хочется чуть-чуть посветлее сделать если вы например начнете вариант какой корректором работать да можно но все-таки вот это углубление оно остается и спустя там два-три года бывает это все равно начинается таким многослойным пирожком как я это называю это может быть видно и часто когда люди приходят на удаление видно что там было три татуажа пробовали перекрывать к сожалению и вот раньше можно было использовать прям корректор сейчас тоже в некоторых ситуациях классно работает да второй вариант кто-то возьмет лазер но я не советую потому что лазер может привести к инверсии цвета и когда он удаляет все подряд этот кончик станет в красноту уйдет либо сейчас много пигментов до которые уходят такие в нежелательно то есть это лазер чем бывает качественный пигмент наоборот он еще больше потом хуже удаляется с тем лазером и вот нас спасает вообще когда надо чуть-чуть просто сгладить оттенок это ревайвинг кто о нем уже слышал мастера напишите цифру напишите плюс кто слышал то есть сегодня не тема ревайвинг а на моем канале на ю тубе есть много видео у меня на странице у нас есть дополнительно канал в телеграме мы очень много об этом обсуждаем просто бывает на рефреше чтобы освежить цвет засаженность можно просто пройтись ревайвингом это удаление это не наша работа до удаления то здесь просто мы подчищали ревайвингом и он убирает вот эту засаженность то есть он изначально создавался для того чтобы вот ревайвинг чтобы оживлять чернила вот если дословным это такая игра слов то есть вы просто если пришел к вам спустя годы немножко начинается какой-то серый оттенок вы просто вносите поверхностно так плотно ревайвинг о том как его вносить все потом на ю тубе у меня есть сегодня не будем отвлекаться и вы просто освежили цвет ревайвинг удаляет вообще вот желтые так я собой туда фотография у меня закрылась вот зеленый цвет это одна процедура и если сизый такой плотный серый оттенок вот он оранжевый да то есть он убирает вообще многие цвета но главная его задача освежать вот пигмент освежать чернила я бы сказал то есть вот если у вас 3 3 случай когда пришел клиент с неблагополучным оттенком ревайвинг очень хорошо вам поможет то есть вы можете засады убрать им он уберет серой засады на поверхности останется вот такой хороший приятный он убирает пятна он убирает излишние точки вот кто мастера напишите кто делал какие-то заглубления точки вот я как бы не очень сторонница когда делают пиксели да и когда такими точками заживает может как будто это нравится но вот кто наоборот есть ли здесь мастера кто хотел убрать вот эти лишние точки то напишите цифру 3 и когда вот то есть ярче делать не надо когда просто вот несколько ярких точек и хочется сгладить вот для них вы просто берете ревайвинг по точкам и он их мягко высветлит и все и останется такой на поверхности коричневый оттенок и вот если к вам приходят клиенты с неблагополучным оттенком то ревайвинг вас конечно будет спасать но и четвертый пункт если к вам приходят клиенты у которых все в порядке цвет вот как я уже изначально да сказала нужно его просто освежить то вы берете ваши ваши пигменты вы берете те оттенки с которыми вы работаете и поверьте когда вы находите свою марку вот я например на марке на одной я работаю это марка шестое чувство мы всей командой работаем уже пять лет то есть когда ты видишь результаты спустя три года мне просто не хочется ничего нового менять не не я потому что прошла тот период когда ты скачешь от марки на марки здесь есть безусловно техника внесения пигментов рекомендованы этими пигментами нужно знать как работать и на баночке написано да как мы там прямо написано для профессионалов да то есть нюансы работы но вот когда приходят вот смотрите вот эти брови это оттенок 3 3 им больше полугода то есть просто светлая тень очень деликатый натуральный оттенок вот да то есть вот эти пигменты почти год этим бровям тоже очень красивый оттенок и вот здесь пример перекрытия на блондинки мы перекрывали красные брови здесь вот этим у нас есть на ю тубе видео с этой работой там все есть и там удаляли и перекрывали вот видите красные брови тому уже перед перекрытием и спустя полгода красивый русый блонд такой благородный оттенок вот соответственно и потом человек приходит у него просто немножко высветляясь то есть если все сделано по технологии мы уже нашли за эти пять лет наилучшие способы раскрытие цвета да на каждую кожу на внесение как как что от чего зависит и конечно то здесь уже и главное девочки что нужно делать вам нужно вести вести записи комментарии вот кто пишет комментарии кому что делали потому что поверьте когда проходят годы вы не вспомните чем вы работали несколько лет назад если вы ведете до сих пор блокнот то есть если вы уже начали оцифровываться о чем я вот говорю тоже там на своих курсах по салонному бизнесу то есть от цифра обязательно нужно собирать вашу базу в электронном виде и если вот очень удобно когда клиент к вам пришел спустя два-три года вы видите что немножко оттенок начал например вот когда анализ да то есть это собрано для анализа когда вы видите ваши работы через месяцы через годы и вы видите там с анестезией без анестезии какой иглой где вы сидели на каких параметрах вы работали каким аппаратом то есть и когда вы соберете статистику и когда вы будете видеть что вот например придет от определенных параметров зависит результат да то есть вот так вы будете расти потому что в нашей работе, мне нравится, что здесь много логических вещей, то есть, несмотря на то, что здесь творчество, да, вот вроде, но есть здесь возможность собрать статистику некую и отследить. И вот вы, пожалуйста, ориентируйтесь на неё, то есть ориентируйтесь на результаты. И бывает сейчас очень, как бы это и хорошо, это и плохо, что сейчас очень много информации в открытом доступе, но каждый бывает противоречит друг другу. Вот что бы вас не сбивало, хочется там красивый маркетинг, ещё что-то, и вы там пошло, мастера начинает кидать там от марки к марке, на пигмент, на машинку, что там ещё придумают. Пожалуйста, ориентируйтесь на результаты. Вот вам нравится уже достижение, то есть анализируйте, там у преподавателя спрашивайте результаты, да, там сейчас все повально удалились там в ремуверы. Узнайте, удаляет ли он там зелёные, бежевые, да, оттенки, там сложные цвета, с рубцами, без рубцов. Анализируйте, пожалуйста, и ваши результаты будут тогда стабильнее, и ваши нервы тоже сэкономятся. Вот, это такое лирическое отступление, да. И сколько же, то есть, друзья, кому понятно, как делать вот эти четыре вида рефреша в каждой ситуации? Если ещё остались вопросы, можете задать, я потом на них отвечу. И мы потихонечку переходим к следующему блоку, если вам всё понятно. Сколько должна стоить эта процедура рефреша? Платит ли клиент заново? Либо там некоторые, например, вы считываете, вот 70% стоимости, 80%, а если она была через полгода, там 50%, а если через 8 месяцев, там ещё 5%, ну, в общем, разные системы. Может, где-то я утрирую, но я считаю, что всё это как-то сложно. Если вы заинтересованы в отслеживании заживших результатов спустя годы, то вам нужно сделать простую методику, понятную для клиента, чтобы она к вам возвращалась. И скажите мне, хотели ли бы вы в портфолио иметь результаты через 3 года, через 4 года работы? Вот. Скажите мне, хотели бы вы сейчас или нет? Да? Вот если да, то вам нужно сделать максимально простую, максимально простую процедуру рефреша, понятную для клиентов. У нас, например, Веселевич в студии человек первичную процедуру оплачивает один раз. Далее у неё просто коррекция обновления. Бывает, когда человек приходит через 3 года, например, у неё совсем минимальный остаток, то просто этих процедур, допустим, бывают 2 коррекции. То есть, когда совсем минимальный остаток, всё ушло, или там было перекрытие, и вы видите, что через месяц ещё понадобится процедура, то 2 коррекции. Но это больше исключение. А так обычно просто 1 коррекция. Человек один раз платит за первичку, через 3 месяца, через 3 года, через 2, она приходит, вы просто делаете коррекцию. Что это вам даёт? И кто-то мастера, они берут, например, заново первичную процедуру. Конечно, если у вас первичная процедура стоит там 5000 рублей, да, у нас, например, в Есеревиче студии гораздо дороже стоимость процедур, например, у меня-то 30 тысяч рублей, сейчас у мастеров поменьше, и про стоимость коррекции, то есть у нас первичная процедура одна, и потом стоимость, как я сказала, просто по цене коррекции. И мы видим эти результаты, нам это позволяет анализировать наши действия, у нас ведётся база, где мы пишем все комментарии, потому что я, как правило, основатель студии, я очень много пробовала всё время, я как такой новатор, да, я придумываю техники, потом передаю свои знания своим мастерам, они у нас в разных городах, то поэтому вот, в общем, мы вот такая у нас простая политика, и поэтому у нас в портфолио есть и на видео очень много клиентов спустя годы работы, и я убеждена, что показывать нужно вашему портфолио только зажившие работы, ну, мы, веселее, в студии, только это и делаем, вот у нас есть канал на ютубе, у нас там только зажившие кейсы, зажившие результаты, ну, показан свежие, и потом, наверное, как они выглядят в зажившем виде, поэтому, в общем, думайте, что будет дальше с лицами ваших клиентов, и вам выгодно, чтобы клиенты, её подруги возвращались к вам, и при этом приходили к вам не каждые полгода, да, как можно реже, в чём залог успеха вашего мастера, любого мастера перманента, это, как мы уже с вами выяснили, это мастерство, пигменты и аппараты, это ваши инструменты, но мне очень нравится такое сравнение, что всё-таки за результат, за картину отвечает художник, краски и кисточки, это одно, но когда не получается картина, обычно в перманенте винят пигменты или аппараты, и ищут какие-то чудесные палочки, мастера, но всё-таки вот вы тот художник, то есть вы ответственны за картину, а пигменты и машинки это ваши инструменты, это ваши краски и кисточки, поэтому вы создаёте картину на лицах, вы несёте ответственность за результат, выбираете те краски, да, просто там кисточки, но основное это ваше мастерство, основное ремесло, любыми пигментами можно накосячить, любыми плохими машинками можно создать великолепные работы, и я думаю, что вы согласитесь со мной, что есть мастера, которые работают на супер дорогом оборудовании, но как бы работают так себя, есть мастера, которые попроще оборудования, но шикарные работы, дело ещё раз, 80% это ваши руки, ваш мозг, мне кажется, вот кто согласен, тоже девчонки, маякните, то есть мастерство и владение техниками это основа, и конечно же пигменты и материалы, на которых вы работаете, это тоже важно, но это в основе, это ваше мастерство, и в тему рефреша вы, пожалуйста, заботьтесь о том, чтобы ваша работа была качественной на годы, когда вы будете работать с этого принципа, клиент будет чувствовать эту заботу, с ним связываются, просят обратную связь, вы отслеживаете, записываете на контроль, на контрольные фото через несколько месяцев, работайте с базой, и тогда вам будет гораздо проще работать, вот, как я уже сказала, мы работаем пять лет с пигментами шестое чувство, ревайвинг, это тоже от компании Тату Релиджи, нам нравится, как он ведет себя на бровных, на губных, у меня у самой сделано все лицо этими фигментами, уже более пяти лет я отслеживаю, и важно, конечно, то есть подобрать для себя те материалы, чтобы они вам, политика, вот их отражалась, чтобы было максимально просто по колористике с ними работать, по технике понять, если вы еще не сделали, напишите, кто хотел бы попасть в чат со мной, в чат в Телеграме, бесплатный чат, где мы общаемся, делимся кейсами, я отвечаю на ваши вопросы, достаточно чат активный, кто хотел бы к нам попасть, получить такие возможность бесплатной поддержки, хочу сказать, благодарю прежде всего за эфир, за то, что вы прослушали, за то, что вы, если до вас достучалось, если вы до сих пор еще так не задумывались над важностью заживших ваших работ, и если у вас немножко сейчас пошел вектор мышления в эту сторону, я буду только счастлива, потому что чем вы больше будете придерживаться этих принципов, то лиц женщин, которые пострадали, пострадали, это так называют, от некачественной работы будет меньше, меньше будет удалений, не будет развиваться индустрия удаления, не будут проводиться целые форумы, консилиумы по удалению, а женщины будут не бояться слова татуаж, они будут понимать, что это все натурально, естественно, и вы будете иметь полную запись, неважно будет, сколько стоит евро, закрыты границы, нет, ковид, не ковид, к вам поток будет усиливаться с разных городов, с разных регионов, что к вам прилетали, вот это все так у меня сейчас это есть, несмотря на то, вот я всегда выбрала эту стабильную политику, показывать, быть честным клиентом, и обязательно клиенты будут к вам возвращаться, и вас к вам будут отправлять, поэтому все, я вас благодарю, я вам желаю развития, все, всех благодарю, пока-пока. Продолжение следует...